итак всем привет дорогие друзья с вами как всегда сейчас слушаем проходить ведьмак 3 кровь и вино блин это я не пройду сейчас потому что я уже накулачился и так придется вот это испытание какое-то лютое в отвертича буду опять вот тут знак близко хорошо ну как бы особо блин отсюда спускаться далеко лучше лучше вот отсюда там спускаться задолбаешься сейчас и посмотрим что же у нас за задание такое 700 ой 400 метров до него у нас ночью на испытание это конечно такое давайте хоть откроем что это спускаю с гор как тот мог в начале также я спускаюсь с гор сейчас так ну давайте подождем утра потому что это просто бред ночью бегать ну нафиг вот это уже гораздо лучше я хожу по воде прямо как 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 кто как водомерка ну ты что подумал неважно что думал ничем ты тебя в жизни не удивишь а ошибочка я кстати реально хожу по говорит по воде здравствуй ты знаешь почему это я вдруг начал ходить по воде но разумеется я живу в этой пустыне с незапамятных времен и скажу тебе что это особенное озеро и в чем его особенность кроме того что по нему можно ходить на дне озера покоится магический меч а я его хранитель и что доберется до меча кто стяжал 5 рыцарских добродетелей с моими добродетелями рассчитывать не на что я знаю кто ты ты доказал что способен проявлять сочувствие человек чести в чем убедились многие не будучи состоятельным ты умеешь проявлять щедрость а твоей доблести ходят легенды если ты так жаждешь добыть меч сперва убеди меня что ты его достоин на этих скалах высечены именование добродетель у испытания часть мудрость сочувствие и щедрость докажи что он и добродетели тебе не чужды в тусенте множество несчастных и они помогут тебе проявить твое рыцарское достоинство ого прочитать надписи на скалах так стоп дайте уже прочитаю то что мне понадобится ское достоинство огород Robа так я что-то пропустил что ли вот этот камень это я тоже читал мысли дождаться нужного момента как понимать уж ночь обычный меч если хочешь знать больше о добродетелях я просто не все наверно прочитал это читал возвращайся когда докажешь что стяжал 5 добродетелей охренеть квест который пройти можно только когда ты сделаешь какие-то вещи офигеть на охоту за сокровищами это ну друзья придется проходить сюжет что я вас поздравляю давайте начнем пожалуй как раз узнаем что у нас интересного будет может сюжет это интересно это всегда интересно может после этого появятся какие-то другие задания на досках объявлений секунду побегаем побегаем чуть чуть то кстати реально я тоже задумывался о том что как бы людям интересен сюжет да и мне самому интересен сюжет побочные задания будем проходить следующую часть я думаю какие нибудь сейчас чуть-чуть проходим сюжет но я думаю полчасика часик ну одну два квеста надеюсь он за два квеста не закончится но уже недалеко осталось самое главное мы сейчас на тело идем смотреть то есть как видите по заданию не знаю как вам ведьмак здесь не жарится просто потому что он в броне ходит но наверно очень жарко очень жарко что здесь происходит чего здесь происходит горло разорвано укусом строение челюсти как у человека только клыки гораздо длиннее убит одним ударом и жесть сломанные ребра кровь из ушей прилично ему досталось убивал вампир но не тима и не флэддер это должно быть брукса он в подвале рана от когтей пять пальцев рука похоже небольшая следы маленьких босых ног ведут в подвал свернул в шею когда падал с лестницы его швырнули о стену с огромной силой жесть а сюжет интересная штука дополнительно прочитать без сценария сведения о бруксе чтобы подготовиться к бою да давайте сразу босс вначале в глаз будет интересно я пропустил я без сценарий брукса нужен брукса это вампир а это тёлка это ясно голая баба масло против вампиров но у меня все должно автоматически проявиться черная кровь эликсир что за черная кровь лунная пыль хорошо я понял твои намеки отличная лунная пыль черная кровь им воспользовались чтобы выломать решетку жесть просто жесть нужны недюжинные силы чтобы ее выломать бой ты 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 была на постоялом дворе я знаю кто ты но не знаю зачем ты убила этих людей дело ведь не в жажде крови это ты 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 ну с голой бабой драться это ты 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 До свидания. Так, волос чудовище, ухо чудовище. Так. Я пока не буду менять, друг. Ну а чё ты хочешь? А у тебя особенно когда... Разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Обследовать голову. Он долго лежал в воде. Голова распухла на ней. Видно несколько укусов. У него в глотке что-то есть. Ты её прям разрывать будешь, что ли? Ты упарываешься, что ли? Кошмары, набитые монетами. Чего? Нильфгардские флорены. Из разных провинций. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Жесть. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убило не Брукса. Третья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве, но стражники, должно быть, этого не заметили. Просто собрали всё, что нашли. Как такое может быть, что она всё ещё тёплая? Из неё течёт кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. Особенно, сколько я путешествовал. В карман. И в карман. Трубленная рука. Закончите осмотр. Подведём итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в нотку убитому сунули кошелёк, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Польмерина доставить меня к княгине. С рукой в кармане. Так, теперь можно, я думаю, менять. Если меня, конечно, сейчас не будет ожидать ещё одна. Но очень хорошее дело, я могу вам сказать. Очень хорошо помогает против неё. Она постоянно начинает тикать и... Всё. Супер. Просто. А тут недалеко, оказывается. Если его не убили. Надеюсь, что его не убили, потому что он крутой персонаж. Ну и не должны были, по идее. Ну, рука, это интересно. Хм. Турнир. Ох, мы близ тоже. Это круто. Я должен срочно поговорить с княгиней. Ну, вот и конец истории, дети. Возвращайтесь к родителям. Благородный Пальмирин. А как же история про Риддигера и Дракона? С ней придётся оботкать. Лучше присмотритесь к человеку, который стоит перед вами. Это Геральт из Риме. Мастер ведьмачьего цеха, который внёс свою лепту в победу над великаном Гелиахом. Мастер ведьмак. А правда, что добродетель всегда побеждает? Бывают по-разному. Иногда добродетельные побеждают, а иногда победу празднуют негодяя. Но всё же стоит быть порядочным. А зачем? Празницы-то никакой. Припомните рассказ Пальмирина. Порядочный человек собирает вокруг себя друзей, которые всегда ему помогут. А негодяй может рассчитывать только на других негодяй. А кого лучше иметь в друзьях? Человека добродетельного. Именно так. Довольно вопросом. Возвращайтесь к роду. Её сиятельство прибыло на турнирные поля и соизволит наблюдать за сражением на арене. Если мы поспешим, ты успеешь с ней встретиться прежде, чем начнётся заверующая. Веди. Веди. Блин, сюжет очень крутой. Я обожаю просто эту игру. Что дерётся? Не эльфгардский гладиатор? Близко, но не совсем. Впрочем, сам... Ого, не дрить. Кто-то собирается сражаться с Шарлейом, а дурифанных колокольчиков, привязанных к хвосту? Что? Эта тварь подарок имбират. А это эта тварь, которую я ненавижу. Блин. Только бы не это. Это второе испытание, можно сказать, мы прошли. Этот бой не принесёт славы ни одному рыцарю. Кто будет сражаться с Чудовичем? Не льём. Ты его уже видел. Не правда. Он собирался добыть трофей даме сердца. Большая любовь, требует больших шансов. Пойдём. Вот как раз из-за ставки момент. Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне. Ох, они красиво выглядят. Красивые, конечно. Тут бабы. Началось. Придётся подождать. Не нравится мне всё это. Он использует его как оружие теперь. Он сам себя обил, можно сказать. Хотя нет, он живой. Блядь. Поможем им. Блядь, опять этот моб. Да сколько можно, сука? Поможем. Здорово. Здорово, я помню, как с тобой сражаться. Ебать, ты какой-то электрический. Мне нужно тебе кровотечение пустить, как я помню. Сложный враг, на самом деле. О, кровотёк пошёл. Ебать, он жёсткий, сука. Ебать, он жёсткий, сука. Дребий, богов повергает в зевоту. Жизнь покидает Шарлея. Ведьмак завершает охот. Да. Ведьмак сейчас умрёт, да, хуй. А не завершает охот. Вот и всё. Вот и всё. Гидрёный макарён. Не надо и прокнуть ему кровотечение. Пускай земля не смотрит. Пусть небо отвернётся. Нам счастье в этой битве уже улыбнётся. Смертным бедою грозит, если в битве Шарлей побеждает. И не отвага, не сила оружия нас не спасает. Жалки чудовища, жребий, богов повергает в зевоту. Жизнь покидала Шарлея. Ведьмак завершает. Не люблю этого врага, он очень жёсткий. РПС сейчас должен быть адовый просто. О, прокнуло кровотечение. Мужик, не подходи, ты упарываешься, зачем ты подходишь? Как же Шарлея ведьмак заманил, а потом его ранил. Выпас, удар и клинок. Это было прикольно. Геральт из Ривии, мастер ведьмачьего цеха, победил Шарлея. Взгляните, как из бестии уходит жизнь. Мастер Геральт, исполни свой долг, доверши дело. Я не собираюсь добивать чудовища. Выбор победителя, оказать милосердие. Да здравствует Геральт, милосердный. Так, займитесь бестией. Гильон? Еще немного, и парень губилет. Со мной все в порядке. Вильяна? Улыбнись, как пристало герою и морчи. Она как раз идет сюда. Ух ты. Я краб. Займитесь нашим юным героем. Раз, два. А теперь мы похищаем Геральта для беседы. Мы так долго ждали твоего приезда. Едва не потеряли надежду. А тут внезапно такое появление. Ваша милость. Я хотел бы поговорить о моем... Блин, я не то нажал. Разумеется. Только не здесь. Нам понадобится Дамьен, который вел следствие до твоего появления. Только день может быть. Пойдем, поищем его. У меня квест про милосердие, поэтому я его пощадил. То есть, как бы... Так-то я мог бы его убить, но... Взял, да пощадил. Скажи мне, ты прибыл один или в обществе Виконта Юлиана? Вы хотели бы увидеться с Лютиком, Ваша милость? Нет. То есть, да. Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем об отмене вынесенного ему смертного приговора. Если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил башню. Чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. Какая ты... Я такой красивый, такой... Такой этот... Весит токсина. А, вот человек, который лично повел бы его на эшафот. Капитан моей гвардии Дамьен де ла Тур. Ваша милость. Ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы... Я уже обо всем знаю. Это существо в подвале Курва Бьянка. Это была бестия? Это была Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки и в Корва Бьянка. Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Я осматривал тело последней жертвы. И, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Ну-ну. Я вижу мужика с ключиком. Правда ли, что легенда требует того, что встретишь дома? Того, что встретишь дома? Не всегда. Или образцы ткани для нового платья. И то, и другое. Негодная награда. Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корва Бьянка. И денежной суммой, без сомнения, достаточной. Хм. Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты. Во время охоты тебе все равно понадобится жилище. Деньги получишь, когда выследишь бестию. Прекрасный жест, ваша милость. В кольце в Корва Бьянка устроили мертвецкую. Правда? Опять балаган в канцелярии. Ни на миг нельзя упускать их из виду. Впрочем, нам кажется, что для Ведьмака это небольшая неприятность. Более того, ничто не улучшает репутацию вина надежнее, чем мрачная легенда. Благодарю вас, ваша милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, мне нужны сведения. Что известно о второй жертве? Что от первой жертвы? Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Криспи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но, постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием. Криспи не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным и, говорят, обманывая. Он просил освободить его от придворных церемоний. Но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обед, тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет. Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислонённого к городскому позорному столбу. На шее у него висел его собственный меч. Он умер от ран, нанесённых с большой силой, когтями, не оружием. Умер он внезапно, а тело было на четвереньках. То есть кто-то его усадил. Да, похоже на то. Что известно второй жертве? Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не заглянул. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных мест. В результате весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чём говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов. За кого ты меня принимаешь? Рамон определённо погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча грелка для постели. Рамон Дюлак. Рыцарь, который лет пятнадцать назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это всё-таки месть? Не исключено. У Дюлака были тёмные делишки с преступным миром. Но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. Обе жертвы были немолодыми рыцарями. Значит, две первые жертвы рыцарей, лучшие годы которых были позади. Кто же можно сказать о третьем убитом? Господин Делакруа говаривал, что новые времена... Какая же красивая здесь эта... Вызовы, а предприимчивость шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном. Польмерин даже называл его крохобором. Я нашёл при нём мешочек с монетами. Там были только флораны. Разных лет, из разных провинций империи. Делакруа любил деньги. Но для нумизматики... У него не хватило бы терпения. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах. Будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести. В конце концов, они были рыцарями Тусента. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцари Тусента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарем владычица озеро. А как было на самом деле, не знает уже никто. Мы в Тусенте верим, что человек низкий по рождению должен быть простодушен и послушен. От рыцарей же требуется больше. Они и солдаты, и придворные, и господа, и слуги. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, рыцарь присягает чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Бестия отличает упадок традиций. Обличает. Может, бестия действительно обличает упадок традиций. Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести позорный столб. Вместо мудрости шутовство. Вместо щедрости кошель и золото в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Что-то в этом есть. Если эта версия у всех горожан на устах, значит, очередное убийство снова будет показательным и выявит противоположность четвертой добродетели. Я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мельтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю почему. Погодите. Странные обстоятельства. Рыцарь преклонных лет трусость. Трусливый как заяц. Возможно ли? Следующая жертва... Не-не-не-не. Не-не-не-не. А ведь Мельтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьян, как мы могли это упустить? Много лет Депейрак, Пейран, Криспи, Делакруа и Дюлак. Все четверо были в одной рыцарской дружине. Что значит в одной дружине? В одной дружине? Они были доверенными лицами нашего августейшего отца. И мы много раз видели, как он поручает им деликатные задания. Потом их дороги разошлись. Вряд ли это случайность. Это главная подсказка к загадке бестии. Должен найти Мельтона. Ваша милость, нужно сейчас же найти Мельтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то одевшись зайцем и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Никто не знает, что за место он выбрал себе в укрытие. Я велю сейчас же прервать игру. Прежде всего, будем сохранять спокойствие. Дамьян, прикажи обыскать саду. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забаву. Паника может вынудить бестию напасть до срока. А ты, ведьмак, за мной. Это мои сады. И мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! О-хо-хо-хо-хо! Блин, крутотень просто! Крутотень! У меня прям даже в голосе чувствуется, насколько мне... О-хо-хо-хо! Ваша милость! О-хо-хо! О-хо-хо-хо! О-охренеть просто! Сейчас они даст... блин насколько же это сука круто надо было с самого начала начинать сюжет друзья потому что побочные дания были хороши но сюжет сюжет это что-то невообразимо крутое здоровье здоровье я сказала на часть забавы было бы это здесь уже за углом поспеши мы должны спуститься туда где идет забава участники ищут рог единорога золотую рыбку и яйцо феникса и с их помощью они узнают где прячется заяц то есть мильтон выходит нам тоже надо их найти нет другого выхода но времени ждет так что придется нарушить нет лучше сюда цепа что-то перегружается я тебе покажу где проходит охота потом разделимся чтоб тебя главное не убили то тут и тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку а я поищу яйцо феникса так будет быстрее как ловят золотую рыбку сетью геральт она же не настоящая посмотри туда видишь огни на воде участники пытаются поймать рыбку с лодки а ты просто нырнешь и отыщешь ее а как ловят единорога он очень пугливый но ты наверняка его как-нибудь приманишь вон он там бегает посмотри ха ну я понял акси на него применить в золотой рыбой роге находятся предметы которые позволят нам найти мильтона когда ты их раздобудешь найди меня среди тех кто ищет яйцо феникса все ясно тогда за дело секунду